Визит в Украину. Миссия Международного валютного фонда ожидается через две недели. Детали визита будут известны ближе к дате. Об этом сообщил министр экономического развития Тимофей Милованов на брифинге в кабинете министров. Также чиновник озвучил макроэкономические прогнозы и будущий рост экономики страны. Побывала на брифинге в Кабмине корреспондентка UATV Наталья Чикатун. Она с нами на связи. Наталья, какие прогнозы озвучил министр? В этом году ожидается рост экономики на 3,5%, ну а в следующем уже на 3,7%. Таковы прогнозы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Ну и Милованов, министр экономики, также отметил, что прогнозов в целом будет 4 от Международного валютного фонда, от Всемирного банка, от Нацбанка Украины, ну и от самого министерства. Хочу также отметить, что на прошлой неделе делегация Украины провела встречу в Вашингтоне с представителями МВФ и представителями Всемирного банка. И они обсуждали долгосрочную программу сотрудничества. Нашей важнейшей задачей было участие в консультациях, посвященных макроэкономическим прогнозам. Они направлены на прогнозирование будущего состояния экономики на следующий год, роста валюты, инфляции, уровня инвестиций, импорта и экспорта. То есть все основные показатели. Мы провели консультации вместе с Национальным банком, МВФ и Всемирным банком. У нас будет 4 прогноза. Тимофей Милованов отметил, что миссия МВФ, как ты уже и сказал, приедет в Украину в ближайшие недели. Но об этом было известно еще 18 октября. Так заявил директор Европейского департамента МВФ Пол Томпсон на брифинге в Вашингтоне. Он отметил, что миссия МВФ и Украина будут обсуждать детали реформ. Ну а также в Вашингтоне, как ты знаешь, обсуждали рынок земли в Украине. И международные партнеры, по словам Тимофея Милованова, ожидают детенизации у рынка земли в Украине. Артем. Спасибо тебе. Наталья Чикатун работает в Кабмине. Она побывала на брифинге министра экономического развития Украины. Тот озвучил цифру, что рост экономики в этом году достигнет 3,5%. Редактор субтитров А.Семкин